ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЛИГОЙДЫ ПАРСУНА Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем цикл программ «Парсуна». Сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Леонтьев. Михаил Владимирович, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот тебя наши зрители и слушатели, большинство знают как журналиста, как сейчас менеджера, крупного менеджера крупной компании. А вот если бы я тебя попросил самого представиться, вот что бы ты в первую очередь сегодня сказал о себе? Ну, о себе. В первую очередь я бы представился так, как я обязан представляться, поскольку это постоянная часть моей жизни. Это скромный пресс-секретарь маленькой нефтяной компании. Ну, а в человеческом плане? Потому что как тебе приросло, получается, это пресс-секретарство? В человеческом плане я человек. Хорошо. У нас в программе пять тем, ты знаешь, да? Это вера, надежда, терпение, прощение и любовь. Связано с окончанием молитвы оптинских старцев. Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Есть у нас опция вопрос гостя ведущему. Целиком остается на вашей совести, я бы сказал. Значит, не хотите, не спрашивайте. Вера. Вера. Бог. Это абсолютная альтернатива постмодернизма. Есть манера умничать в церкви, реформы всякие предлагать и так далее. Но это какая-то совершенно, на мой взгляд, нечеловеческая амбиция. Начнем с Веры, хорошо? Хорошо. А помнишь ли ты, дорогой друг, что ты был у меня на телеканале «Спас» в 2005 году в программе «Русский час» с журналом «Фома»? Ну, смутно помню. Смутно помнишь. Значит, ты не помнишь, что я задавал тебе вопрос, что такое для тебя вера, и точно не помнишь, что ты ответил. Точно не помню. Я помню, ты ответил, что вера для тебя все. И мы даже это брали потом в промо-ролик передачи. На крупном плане ты говоришь, что такое вера, пожимая плечами, все. Вот ты бы сейчас так же бы ответил на этот вопрос? Ну, я считаю, что ответ был правильный. Сейчас, может быть, не так бы ответил, потому что с другой стороны бы зашел. Но это правильный ответ. Тогда я ответил лучше. А сейчас я, может быть, хуже отвечу, что это, безусловно, некий номинальный якорь. Это то, что нерелятивно. Человека носит все время туда-сюда, особенно такого человека, как я, в общем, носит очень сильно. И суеты много. А вот существует некий абсолют, некая точка отсчета. И это точка отсчета. Ты себя относительно этого как-то измеряешь просто, да? То есть человек грешен, он склонен позволять тебе себе, Господь милостив, да? Вот. Но важно понимать, где ты находишься, в каком месте и насколько ты отошел. Потому что если этой точки нет, то тебя вообще внесет кудолгу. А вырывает якорь? Стараюсь, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Не считаю себя правильным и хорошим христианином, но стараюсь. Стараюсь все-таки. Я стараюсь видеть вот это, вот ощущать некое вот... Пыжимся немножечко. Первый показатель правильного и хорошего христианина – не считать себя правильным и хорошим христианином. Ну, это так, замечание для наших уважаемых зрителей и слушателей. А скажи, пожалуйста, а вот люди, которые знают тебя... Ну, допустим, ты познакомился с человеком, он знает тебя по экрану только, да, по передачам. И вот в беседе выясняется, что ты верующий человек. Это человека удивляет или нет? Да нет, я не думаю, что сейчас это кого-то удивляет. Нет, ну, есть, которых и удивляет. Есть люди, которые себе делают... Вообще просто на богоборчестве делают себе имидж, да, и, собственно, они питаются этим во всех смыслах. Но, по-моему, не удивляет. Меня лично, например, удивляет обратное, да, какую самонадеянность надо иметь. И особенно это относится к людям с приличным образованием, или к которым ты подозреваешь приличное образование, которые себя, значит, именуют неверующим. С гордостью? Ну, с гордостью, да. То есть это... Обычно это просто некоторые... Ну, или душевные, или интеллектуальные. Это же вообще вопрос какой? Вера, это же вопрос выбора, на самом деле. Это... Либо так, либо так. Она... Недоказуемо... Выбор. Волевой, да? Выбор, да. Да. Вот. И дальше это вот... Я подозреваю, что есть люди, которые не считают себя верующими, которые, в общем, очень приличные и неплохие люди сами по себе, да. Но это, скорее, исключение. Это аномалия. Они просто не глубоко это в себе переживают. Это их заблуждение собственное. Вот. В обратном случае это, конечно, большая травма. Просто такая серьезная, личностная, да. То есть это сделан выбор, который тебя потом, ну, ранит, да? Есть что-то, что является нерелятивным и неменяющимся, что-то стационарное в жизни. Вот оно есть, существует, или у тебя этого нет. Или все, как в марксистской морали и этике, значит, оно абсолютно релятивное и определяется обстоятельствами, да? Вот. Всякими. А тебе не кажется, что сегодня миллионы людей, десятки миллионов так живут? Мне кажется, что сейчас мы живем в удивительную эпоху. Мы живем в эпоху полностью победившего постмодернизма. Полностью. Ведь если раньше этот постмодернизм существовал в быту, в культуре, в искусстве в какой-то степени, и был такой доминантный, да, особенно вот современный, цивилизованный, так называемый, западный культурный, сейчас он стал, вообще полностью вытеснил реальность. Он стал политической реальностью. Политическая реальность – это то, от чего зависит существование как индивидуумов, так и целых общества, цивилизаций. Ну, что мы видим сейчас? На самом деле никого не интересует реальность. Интересуют имиджи, картинки, восприятие, да? Реальность уходит. Это опасно для бренного существования человеческого, потому что не просто опасно, а это просто плохо кончится, безусловно, рано или поздно, да? Потому что люди начинают, вообще просто для них реальности не существует. Она уходит, они начинают верить вот в эту постмодернистскую препарацию, да? И поэтому, ну, грубо говоря, можно просто стукнуться лбом об стену, будучи уверены, что стены здесь нет, потому что вы давно говорили о том, что ее здесь нет, да? В самом широком смысле слова. Ну, и личностное разрушение здесь, конечно, колоссальное, потому что... И вот в этом смысле, опять же, возвращаясь, да, вот вера, вера, Бог, это абсолютная альтернатива постмодернизма. Я как раз хотел спросить, ты когда-то в интервью сказал, тебя спросили, вот, а что в тебе изменилось с приходом к вере? Это очень, на мой взгляд, любопытно и неожиданно для вопрошавшего. Он тогда сказал, что, я думаю, все наоборот, я цитирую сейчас, человек приходит в вере, когда в нем что-то меняется. Изменение – это и есть причина прихода к вере. Человек несовершенен в разной степени и склонен себе многое прощать. Верующий человек всегда знает дистанцию между тем, как надо жить, и тем, как он живет. Вот конец цитаты. Я, собственно, об этом и говорил. Я практически ведь повторил, пример, другими словами, то же самое, да? Вот. Просто, ну, святым я себя не считаю, и далек очень от этого. Наверное, только святые, они полностью, вот, они сливаются с этим самым, с идеалом, да? Да, но это конец. А я-то хотел тебя спросить про начало. А вот ты помнишь, что в тебе изменилось, в результате чего ты пришел к вере? Вот именно по твоей мысли, да, что когда что-то… Глупости меньше стало. Глупости. Человек жевал глупости, потому что очень многим глупостям, во-первых, учили, во-вторых, они были из воздуха, значит, впитаны. И все мы, моё поколение, во всяком случае, генетически было марксистами. Вообще, всё время пытался каким-то образом организовать картину мира, да? И сейчас пытаюсь. И единственное, что я понял, вот, люди, особенно это свойственно людям с математическим мышлением, вот у них есть, чем они больше имеют информации, тем больше они считают, что они всё знают и всё видят. Они начинают формировать какую-то целостную картину мира, которая внутренне не противоречит. При этом и разрушить её нельзя, особенно если человек очень самоуверен, с другой стороны, он очень хорошо считает и вообще не глупый, как бы. Она разрушается только от столкновения с реальностью, для чего должно пройти какое-то время. Оно обязательно проходит. Человек вот-вот выстраивает в эту картину мира, я такой был маленький, да, я всё время себе рисовал какую-то картину, потом ты начинаешь получать новые знания, новых знаний тогда очень много всё время, да, там, набиралось, и ты понимаешь, что эта картина мира, она описывает, ну, как обхлидовая геометрия, да, то есть она вот описывает какую-то часть, в общем, достаточно адекватно. Но это вот островок во всём, да? И со временем ты просто понимаешь, что ты не можешь сформировать эту игру. Ты вообще очень мало знаешь. И ты вообще песчинка, и ты вообще на самом деле не имеешь ни права, ни оснований претендовать на понимание мироздания, да? И для этого существует Бог и вера. Умничать меньше надо. Вот. И церковь, кстати. Церковь – это очень нормализующий человека институт. Есть манера умничать в церкви. Реформы всякие предлагать и так далее, да? Ну, это какая-то совершенно, на мой взгляд, нечеловеческая амбиция. Смирение надо быть, и меньше умничать. Если подходить к вопросу рационально, да, рациональных оснований для надежды нет. Для надежды нет. Нет. Враньё демократии заключается в том, что она разных людей объявляет совершенно одинаковыми. Надежда. А вот в молитве оптинских старцев, от которой мы пытаемся отталкиваться, понятно, что надежда – это, наверное, в первую очередь надежда на Бога. А вот для тебя лично надежда на Бога – это что? То, о чём я всё время говорил, это наличие неизменного, вечного, независимого, некого абсолюта, да? Вот, и это некий покой по поводу того, что Бог-то всё равно, вот он Бог есть, да, и всё. А всё остальное, в общем, на самом деле, я очень такой социальный человек. У меня очень много социальных, общественных, так сказать, политических, в том числе, страстей. Я всю жизнь занимался политикой, собственно, живу политикой, да, и даже вот сейчас, в общем, такой вполне неполитической беседе. Я думаю, что это естество такое, да, вот. Вот. И вот здесь как раз с надеждами бывает очень кисло. Если подходить к вопросу рационально, да, рациональных оснований для надежды нет. Для надежды нет. Нет. А иррациональное есть. И оно, как показывает практика, даже такая ограниченная наша человеческая, да, оно, в общем, работает. А скажи, пожалуйста, вот очень важную вещь затронул, я думал спрашивать, не спрашивать, но вот, коль скоро ты сам практически вот к этому подвёл, вот, то, что ты сказал, вот психофизиологи называют там доминанты, да, у каждого человека есть доминантная потребность. Вот, скажем, если у человека там религиозная потребность, вот она доминантная, да, то он становится монахом, допустим, или там священником, да, если получает благословение. Если у него такая художественная, он становится там писателем, актёром, режиссёром, если талант там, Бог не обидел, там, если, ну и так далее, да, вот ты сам сейчас сказал о том, что у тебя такая, ну, можно сказать, такая социально-политическая, да, но при том, что есть вот эти доминанты, да, у каждого человека 100% есть, да, кто-то спортсменом становится и так далее. Есть ещё, вот, если человек религиозен, то это вот некая такая, ну, сверхдоминанта, да, или там предельная идентичность. То есть вот когда вот эта доминанта у человека, неважно какая, она всегда входит или может входить в конфликт вот с этой религиозной идентичностью, да, вот у художника, потому что искусство, это же провокация, да, он может переходить какую-то там границу, да? Ну, она в какой-то степени всегда в конфликте находится, конечно. А вот в твоей ситуации это какой конфликт? Конечно, она находится в конфликте, но это вечный конфликт, это конфликт, который, кстати, нашей церкви решается, на мой взгляд, довольно гармонично. Это отношение, вот, по этому поводу существует огромное количество всяких спекуляций глупых, а вот отношение церкви и государства, церкви и служения государству, да, вот он так должен решаться, так, как он решается церковью нашей. То есть, понятно, что нельзя сводить духовную жизнь к государственной службе, это совершенно разные вещи. Так же, как вот, это тоже очень важная штука, да, у нас это все время с этим идет путаница, это когда пытаются право расширить до уровня морали, да, и, значит, наоборот, или кто-то пытается мораль ограничить правом. Да, это такая либертарианская, если приличное слово употреблять, позиция, да, вот, наоборот, это, ну, это просто выхолощивает, это наносит огромные удары по праву и по морали. Вот, всему свое место, да. А отрыв права от морали разве не наносит удар по праву, вот как мы... Он не может, отрыв, ну, если мы исходим из того, что все-таки право в основе своей имеет... Какие-то базовые нравственные... Поэтому состязать несовершенное, абсолютно, вот это римское, языческое, по сути, да, генетически конструкция осуществления права лучше, пока никто ничего не придумал, наверное. Потому что, значит, ну, конечно, если мы имеем традиционное общество, где, значит, судят тот, кто Богом помазан, а все с этим согласны и верят в это, и это считается легитимным, то, наверное, это более высокая форма права. Но для этого это должно считаться обществом признанным, то есть они должны верить, что этот человек имеет право судить, потому что ему непосредственно Господь его делегировал, княжеский суд, да. Вот. А состязательное право – это игра. Это игра, заменяющая суд. Это, по сути же, не суд, на самом деле. Вот. Это процесс, как бы, процесс отправления права, да. Да. Но он очень земной, он человеческий, он не претендует и не может претендовать на высший, на Божий суд, да. Вот. Есть и Божий суд на пястнике разврата, а это совершенно другое дело. Вот это ваша доминанта, Михаил Владимирович, конечно, уводит и ведущего в сторону, хотя, потому что очень интересно. Но я, можно еще про надежду тебя спрошу, поменяю тему, потому что не могу тебя не спросить. Ты много лет отдал телевидению, очень много, да, и радио. А вот ты как считаешь, ну, такой общий вопрос, как вообще ты к нему отнесешься, в современном телевидении есть надежда? Ну, кроме канала «Спас», конечно, тут понятно, да, главная наша надежда. Ну, есть, конечно. Конечно, я вообще к телевидению отношусь хорошо, на самом деле, да, особенно к талантливому телевидению. Наше телевидение в значительной степени талантливое. Во-первых, считается, что телевидение всех возбуждает, оно, наоборот, успокаивает, потому что она дает каждому то, что он хочет, да. Ну, и потом это еще и инструмент, собственно, консолидации общества, инструмент какой-то идентичности, в том числе и общественной, и гражданской идентичности, да. Вот то, как сейчас работает наше телевидение, безусловно, да. И это очень сильный инструмент, он работает. Я же, я как человек, который, почему телевидение, да, я же занимался пишущей журналистикой, которая гораздо глубже, умнее, как правило, хотя не сейчас и не везде. Вот, значит, радио в этом смысле один из самых честных форматов, на самом деле, которые остались. Ну, это инструмент, то есть вот можно, это как лом, да, то есть часы чинить не моем, но большие... Асфальт покорежем. Да, да, большие такие, грубо говоря, гайки отвинчивать можно. Миша, можно, чтобы не ушла мысль, вот я, конечно, здесь бы с тобой сильно поспорил, не буду спорить с тем, что инструмент, но это очевидно совершенно, инструмент, мощный инструмент. Вопрос в том, как... Если ты хочешь что-то сделать, и у тебя есть возможность использовать для этого сильный инструмент, то ты должен это делать, конечно. Да, все понятно. Тем более, что пусть мне покажут лучший инструмент. Я имел в виду, что у меня моя основная претензия, или одна из основных, она как раз не в политической плоскости лежит, а не в социальной плоскости, а в плоскости нравственной. Потому что я считаю, что есть форматы, которые, вот, все их существование, вот так называемые ток-шоу, многие из них, они просто находятся за порогом нравственности. То, что выносится, и это миллионы людей смотрят, то, что выносится, то, что обсуждается, это псевдоисповедальность, когда люди приходят за деньги и рассказывают о каких-то вещах, о которых, ну, либо вообще нельзя рассказывать, либо на исповеди, это какая-то корежит нравственность. Это я согласен. Но, с другой стороны, мы, наше общество сейчас, в настоящий момент, выстроено таким образом, да, у нас такой социально-общественно-политический уклад, строй такой, при котором нужно пространством публичным покрывать все, что вот оно существует. Потому что, если ты какую-то сферу не покроешь этим пространством, там вообще начинает твориться неизвестно что. Просто вообще неизвестно что, да. Ты теряешь всякий контроль. Если бы, ну, я вообще считаю, что лучшая система организации общества – это теократия. Теократия, построенная на сословной основе, на добровольных сословиях, вот, потому что, ну, мы уже пришли к тому, что без теократии серьезное государство, серьезное цивилизация, существовать не может, а лучшая форма идиократии – это, конечно, теократия, потому что идиократия без теократии – это, ну, это вот выхолощенная такая безголовая статуя, на самом деле, да, какая-то, и бессердешная. Мы это уже видели, это суррогат. Суррогат того же, да, ну, мы видели такие модели. Вот. И там, возможно, по-другому строить, грубо говоря, информационное пространство. И опять же, если мы имеем сословную структуру, вот мой друг Миша Юрьев, он очень хорошо это все описал в своей книжке, да, «Третья империя», добровольные сословия, люди разные. Вранье демократии заключается в том, что она разных людей объявляет совершенно одинаковыми, равными. Равными по мотивациям, по возможностям, по способностям. Поскольку это ложь, просто ерунда, да, и для того, чтобы общество существовало, эту ложь надо преодолевать, то в реальности, любая демократия в реальности, в той степени, в которой она более соответствует, то есть менее цензовая, то есть работоспособная цензовая демократия. Вопрос в выборе ценза, да. Есть ценз римский, это ценз боевой, да, у тебя есть место в строю, значит, у тебя есть голос. Нет места в строю, ты не можешь встать и умереть за Рим, значит, у тебя нет голоса. Не потому, что ты провинился, а потому, что просто ты не можешь функцию выполнять гражданскую свою, да. Буржуазный ценз – это деньги, да, деньги. Ну, так построено это общество, да, лучше, чем никакой. Во всяком случае, если человек принимает решение по деньгам, исторически современная демократия вести чего родилась? Люди распоряжались налогами. Я плачу налоги, я должен решать, на что я готов потратить. А если вы хотите там вести войну с кем-то, да, а я на это не согласен, так введите ее, пожалуйста, за свои деньги, да, без меня. Пожалуйста, все, что угодно, да, за свои деньги. Вот. Так вот, демократия начинает врать, начинает выстраивать систему, значит, компенсации вот этой лжи, когда люди должны быть как бы формально равны, а на самом деле они никакие не равны, да. Вот. Как бы их, этих людей, дистанцировать от процесса принятия реальных решений. И высшая форма вот современной постмодернистской демократии, когда люди вообще отдельно, публичная сфера отдельно существует, совсем отдельно, а реальная, реальная власть, она совершенно существует, иначе она абсолютно не связана никак. Да, ты можешь манипулировать, ну вот эта вот фейковость, да, то есть вот постмодерн, да, когда у тебя... Совершенно не имеет значения, имеет ли место факт или нет, главное. Даже не фейковость, а просто вот есть публичная политика, которая, так сказать, рисует одну картину мира, и есть вот реальная политика, которая просто другая. Да, и в этом смысле мы страна недопобедившего постмодерна, и за это нас так ненавидит настоящий постмодерн. Потому что у нас очень много настоящего. У нас очень много настоящего в политике, в государстве, во власти. И это настоящее вот в этих модельках не нуждается. Людей, не подверженных манипуляцией, практически нет. Вопрос в качестве манипуляции и в уровне... А сложности вообще везде возникают. Там, где нет сложностей, там нету жизни никакой. А вот скажи, пожалуйста, мы подошли прямо вот к нашей следующей теме терпения. И я хочу продолжить то, что мы начали. Вот эту бессмысленность, эту фейковость в информационном поле, например, ее нужно терпеть? Вот обывателю можно терпеть? Что с ней делать? Как это не терпеть? Ее, как минимум, надо видеть. В тот момент, когда ты перестаешь ее видеть, ты превращаешься в абсолютное чмо просто. Управляемое кем-то, да? Ее надо видеть, но, к сожалению, опять же, это не удел миллионов, да? Потому что... А это вообще, вот, перебью здесь, потому что очень важно. Вот есть же такой тезис, довольно жесткий и вроде бы как обоснованный, насколько я понимаю. Я понимаю, что людей, которые не поддаются манипулированию, их практически нет. Вот канал, да, в мессенджере. Все, что там написано про церковь, все совершенно. Это неправда. Потому что я это точно знаю. Но когда ты читаешь про что-то другое, тебе кажется, что это может быть как похоже. Я думаю, а вдруг... Совершенно верно. Я совершенно с тобой согласен. Людей, не подверженных манипуляцией, практически нет. Это вопрос в качестве манипуляции и в уровне... То есть человек может быть манипулируем на темы, в которых он некомпетентен, но он некомпетентен в этих темах и не существует. Он там не действует, да? Деятельности нет. А в своей деятельности, ну, человек, как бы, более серьезный, ответственный, имеющий какую-то дисциплину мыслительную, да? Он, в общем-то, меньше поддается манипулированию или поддается минимально совсем. В идеале вообще не поддается. Вот. Наверное, за счет этого и существует что-то вот внятное и толковое в мире. Конечно, да, манипулирование, манипулирование... Здесь вопрос же, когда мы говорим не о Боге, да, а о земном бытие, да, то вопрос такой, если ты не сможешь манипулировать манипулируемыми людьми, он будет манипулировать твой противник, враг. То есть надо манипулировать, получается? Ну, а что же делать? Нет, или ты проиграешь. Конечно. Конечно. А разве человек... Конечно, надо манипулировать. Нет, ну, конечно, хотелось бы такую откровенную манипуляцию кому-нибудь делегировать. Кто-то должен делать грязную работу. Ну, в конце концов, с активом тоже кто-то чистит, понимаете? Вот, если бы их не числили, было бы довольно противно существовать. Образ красивый, но он не вполне исчерпывает проблемы нравственных... Он их не исчерпывает, а нравственные проблемы вообще в рамках жизни на земле, они никаким образом не решаются. Финально не разрешаются. Они не разрешаются, да, это надо понимать. В этом, кстати, тоже состоит одна из таких величайших социальных заблуждений, это попытка создать перенесение Царства Божьего с небес на землю. А вот скажи, пожалуйста, если вернуться к нашей и большой, и вот этой конкретной теме терпения, вот у меня такой еще вопрос. Понятно, что политика невозможна без четкого определения «мы – они», «свой – чужой». Конечно. И отсюда некая нетерпимость к оппоненту. А для христианина все-таки чужой – это грех. Не человек, а грех. Не человек, а поступок. Вот эта дифференциация греха и грешника, она обязательно в аскезе, там, в поведении христианском. Здесь возникают сложности? Конечно. Мы же не можем... Эти сложности... А сложности вообще везде возникают. Там, где нет сложностей, там нет жизни никакой. Конечно, возникают сложности. Здесь есть прямое противоречие. Вот это противоречие каждый раз, в каждый момент надо решать, безусловно, конечно. Конечно. Вот. Свой, чужой, да, иначе нельзя. Надо точно только определять своих и чужих, да, и не выдумывать их на простом месте. И опять же, чужой не значит труп. Это значит, что в определенных обстоятельствах чужой вполне может существовать. Но при этом он не должен нарушать существенным образом твоих интересов. Как, знаешь, сказал один мой собеседник, вот, сказал, нет, мы, как христиане, должны любить наших врагов. Только не надо забывать, что они не перестают быть нашими врагами. Вот несколько неожиданно для меня был акцент такой. Ну, правильно, правильно. Ну, с христианской точки зрения, наши враги – это враги Бога, да, а не мои враги. И возлюбить ты можешь, значит, своего врага личного, но не врага Бога. А что-то я не, особенно, не это самое, не встречал, что ты должен любить врага Господа. Прощение. Но звучит красиво. Да не красиво это звучит, звучит это глупость. Следующая тема – прощение. Скажи, пожалуйста, а ты вот другу можешь простить противоположные, другие или противоположные политические взгляды? Да, конечно. То есть это не вызывает у тебя сложности? Ну, сложности вызывает, да, но, опять же, всякая жизнь вызывает сложности, да. Еще раз говорю, но это не самое… Тяжелое. Как раз очень сейчас, когда у нас, в общем, достаточно такая жесткая конфронтация, среди людей, которые, в общем, иногда вышли просто из одной песочницы совсем, да, вот, очень легко отделить людей, которые переносят, вот эта концепция, там, рукопожатности и так далее, да, которые переносят автоматически или почти автоматически свои личные отношения, значит, на политические, да. Нет, существует понятие, когда человек просто подонок, оно не определяется политическим мировоззрением, как правило. Нет, ну, есть формы политического мировоззрения прямо связанные с подонцем, человек и ненавистнический, не буду. Хватит показывать, ну, умозрительно понятно каждому, что они существуют, это другое дело. Ну, все-таки мы говорим о каких-то, ну, общественно принятых формах, да, вот. Ну, и потом, ну, здесь опять же, когда начинается настоящая война, то здесь очень трудно, потому что тогда это просто, ну, предательство, да, тогда там другие понятия возникают, когда настоящая. Ну, все-таки не везде она прямо, вот, война-война. Да, вот я как раз хотел спросить, вот ты когда-то, ну, во-первых, ты много раз признавался, и я отношусь и поэтому к тебе с огромным уважением, ты много раз говорил, что тебе стыдно за то, что ты делал там в начале своей карьеры. Почему у меня это вызывает колоссальное уважение? Потому что очень многие люди говорят, что им вообще ни за что не стыдно в своей жизни, и это всегда странно слышать. Ну, очень за многое стыдно, и в каких-то вещах личных, наверное, гораздо больше, нежели, чем за мою детскую, общественно-политическую идею. Тем не менее, смотри, вот ты говоришь, как человеку, начинавшемуся, условно говоря, журналистскую карьеру в лагере Народного фронта Латвии, мне стыдно за то, что я сделал. Масса людей, которые казались мне исчадьем ада, оказались во многом правы. Не во всем, конечно же, так же, как и я, не во всем был неправ. У меня в этой связи вопрос. А вот есть люди, с которыми ты остался в друзьях, хотя у вас взгляды радикально поменялись, или наоборот, с теми, кем вот ты здесь, ты считал исчадьем ада, а ты потом подружился? Да, конечно. И те, и другие есть, их много и так далее. Ну, не знаю уж, кого там исчадим, не исчадим, но мы были, грубо говоря, по самые разные стороны парикады. Вот. Есть такие люди, их очень много, да. А скажи, пожалуйста, а почему такая странная, на мой взгляд, есть позиция, когда не прощают перемены взглядов? Или когда человек с гордостью говорит, я никогда там не менял своих взглядов. Ну, это вообще чаще всего глупо. Иногда этим можно гордиться, а иногда нет. Иногда да. Я не могу здесь... Но почему не прощают, что вот он изменился, ну, изменил, он изменился, он что-то понял, что раньше не понимал. Нет, всегда существует концепция, что изменил взгляды не просто так, а приспособление. Ага. Что он изменил, потому что это было ему выгодно. Или ему тушкать. Курные интересы, страх. Самая большая, собственно, основа всех человеческих грехов – это страх. Жадность и страх больше ничего нет. Вот. То есть подозрение или трактовка такая позволяет... Ну, потом ведь это же основа политической полемики, да, политической борьбы – это не прощать что-то собеседнику, да. Да. Вот. Задача ведь не истину найти в той политической дискуссии, которую мы наблюдаем вообще, вот в конкурентной жизни различных самцов и немножко самок. А, значит, задача поставить противника в невыгодную, а желательно проигрышную, унизительную позицию, да. То есть, почему я терпеть не могу политических дискуссий между людьми, придерживающимися разных взглядов? Потому что эти люди стоят друг другу спиной. Почему? Они стоят друг другу, потому что они обращаются к своей аудитории практически. И как говорят, вот, смотрите, смотри, я же горел какой-то козел. Вот, вы же видите, второй таким же образом обращает свою аудиторию. Это не диалог. И диалог ведется только в той степени, в какой ты можешь подловить противника, да. Он конкурентен, может быть, но тогда другие условия игры. Я помню, как я первый раз пришел на какую-то передачу, где вот зрители ставят оценки. А я даже не знал, мне никто не сказал, что там оценки, я должен выиграть. Я пытаюсь с человеком общаться. Я туда пришел для того, чтобы попытаться сказать, ребят, ну так нельзя, давайте мы... И выгляжу полным идиотом, да. Ну а что же делать, когда разные взгляды? Как, 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 вот сейчас мы в каком смысле обращены на это? Ну и в чем дело. Вообще, на самом деле, у нас абсолютно отсутствует в обществе, да, в культурном слое в том числе, какую-то культуру дискуссии, культуру вообще выяснения истины. Потому что люди разговаривают, спорят друг с другом, не определившись в категориях. Ну это неграмотно просто. Ну да, но это всегда так бывает, всегда, потому что они используют некие вещи. Мы же понимаем там, демократия, право та же, мораль, еще что-то, все что угодно, да. Эти категории, я не понимаю, что вы иногда имеете в виду, когда. А есть ли у нас демократия? Вот классические, сейчас уже меньше как-то стали задавать. Вот. Я не понимаю, о чем они говорят. И они не понимают. Я понимаю, что они не понимают, что они вообще имеют в виду. Но звучит красиво. Да некрасиво это звучит. Звучит это глупость. Лучший способ с возрастом приобретенный уклониться просто от этой дискуссии, поскольку она непродуктивна. Непродуктивно разговаривать с человеком, у которого не определен категориальный аппарат. Он не знает, о чем он говорит. И не может это внятно определить. Но у нас большинство как-то таких... Подавляющих. Подавляющих дискуссий. Подавляющих. Этому, собственно, дискутировать не с кем и не о чем. Тогда давай перейдем к любви. К любови, как говорили раньше. Любовь. Нет ничего святого. Если нет ничего святого, значит вообще ничего нет. Вот когда меня кто-то просит определить, что такое христианство, да, вот я именно это имею в виду. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» Зосима, старец Зосима по одному случаю вспоминает своего знакомого доктора, который говорил, ну знаменитый этот момент, что он любит все человечество, любит человечество, но дивлюсь на себя самого. Чем больше люблю человечество вообще, тем меньше люблю людей в частности. То есть порознь как отдельных лиц. Это вообще так? Ну, я не очень понимаю, что такое любовь к человечеству вообще. Ну, как? Это не свойство. Тебе не свойство? Ну, а что его любить? Ну, это какой-то неопределенный объект. Еще родину можно любить, да, там, малую, большую, там, всякую, да. Вот. А человечество любить? За что его любить-то непонятно. Вот. Обратным образом, я люблю многих людей, может быть, немногих даже, ну, достаточное количество. Вот. Не знаю, правильно ли. Вот я бы начал, может быть, с другого. Вот для меня, например, сущность христианства и принципиальное отличие от всего остального у нас, видите, это вот то, что сказано в послании апостола Павла к Каримфиньевну, да, Любовь Долготерпенная, да. Вот там есть одна, одна ключевая, там много всего хорошего, да, одна. Любовь не ищет своего. Вот то, что ищет своего, это не любовь. По определению. Это может быть даже и вполне, так сказать, ну, достойное существование явления, там, страсть, там, корныни, еще что-то, да. Да, не любовь. Любовь – это то, что не ищет своего. Ну, я понимаю, что апостол Павел говорил о любви к Богу, но это относится вообще к любви как к понятию, да. Вот. И любовь – это только то, где ты не ищешь своего совсем. Я не знаю, насколько человек живой способен соответствовать этому идеалу любви. Мало способен. Достаточно посмотреть на себя, да, то, значит, как-то, да, возникают определенные сомнения. Но вот важно понимать, что вот эта любовь, вот с нашей христианской точки зрения, эта любовь, а все остальное – это не то. Это другого рода явление. Вот. И вот когда меня кто-то просит определить, что такое вот христианство, да, вот я именно это имею в виду. А дальше уже на это нанизано все остальное. Вот. И вот как так, не искать своего? Как не искать своего? Надо стараться не искать своего. Или не стараться. А вот если вдруг любовь, так ты его и не ищешь. Вот и все, да. Вот. И, грубо говоря, мы знаем массу случаев такого рода проявлений. Тотально это редко случается. Вот от начала до конца. Но в проявлениях очень часто, я бы сказал, даже массово. Вот. А знаешь, вот в Евангелии нам говорит еще, там много таких вещей обличающих, да, ты читаешь. Какая награда, когда вы любите любящих вас? А вот. И дальше фраза о любви к врагам. А я все время думаю, так мы любящих нас не очень любим, да. Потому что мы все время ищем своего. Исходя ищем своего, да. Исходя из вот этого понимания любви, конечно, конечно. Мы все время ищем своего, не задумываясь даже. И думаем, что это любовь. Дай мне то, сё, это. Или сделай так, вот как я тебе говорю. Ну, в широком смысле слова дай. В широком смысле. Не отдай, отдай. Скажи, пожалуйста, а вот, вот эта самая любовь к врагам, которую я упомянул, вот для тебя, как для христианина, и для человека с активной политической позицией, так скажем, да. А что означает любовь к врагам? Не знаю. Я вот помню, как митрополит Иоанн Белгородский, значит, он встречался с читателями, книжки, книжку он написал, вот попросил меня там поучаствовать. И там мужик такой, совершенно искренне говорит, вот, владыка, я всё, вот всё понимаю, всё могу, а вот не могу молиться за врагов. Он говорит, не можете, не молитесь. И мужик видел, что у него просто вот так легло, вот такое облегчение, я вспоминал. Он просветлел прямо сразу. В рамках тех занятий, коими я занимался, увлекался сейчас и так далее, проявление любви к врагу, в общем, контрпродуктивно, на самом деле. Оно не способствует достижению искомых результатов. Поэтому, скорее всего, уже после достижения искомых результатов, можно привести себя в христианское состояние, так сказать, как-то собраться и понять, что всё-таки можно... Слушай, ну это смех смехом, но это ведь действительно, да, вот, отношение к поверженному врагу, это тоже очень сильно отличается в христианской культуре и вне христианства, потому что, ну, когда надо защищать родину, как бы ты ни относился к врагу, врага нужно, так сказать, страну нужно защитить, да, там, семью нужно защитить. А вот как ты там отнесёшься к поверженному? Ну, это понятие милосердия, да, я считаю, что оно в нашей культуре очень-очень даже свойственно. Вот. Оно не всегда соблюдается, милосердие. Мне кажется, что милосердие – это, может быть, и есть вот та искомая форма любви к врагу, которую от нас вправе требовать Господь и Церковь. А большего сложно как-то, не знаю. Вот про любовь к родни ты уже упомянул, сказал, что это тебе более понятно, чем любовь к человечеству, ко всему. А вот формула пушкинская – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, она близка тебе? Я вообще считаю, что человека от животного отличает, вот то, что называется историческое мышление – это наличие гробов, наличие могил. У человека есть свои могилы, да. Животное, кстати, многие животные поумнее некоторых людей будут, да, с точки зрения сообразительности. Да-да-да, есть точно. А значит, но могил у них нет. И вот эта безмогильная цивилизация, которую, опять же, пытаются создать, универсальная, да, вот, она не цивилизация вовсе, это тоже постмодерн, потому что ты не укоренен ни в чем, у тебя нет ничего святого, как говорится, да, в самом широком смысле слова. И в узком тоже. Нет ничего святого, да, если нет ничего святого, значит, вообще ничего нет. Это вот просто какой-то организм, да, значит, никак не связан, никак не встроенный. И понятно, что такая, значит, общество, состоящее из этих людей, не может быть историческим субъектом, оно может быть только объектом, да, оно не творит саму историю, да. А человек – это общественное существо. Вообще, вот это, кстати, глубокое заблуждение, что мышление есть категория, присущая индивидууму. Мышление индивидууму присуще думанье, а мышление присуще социуму, обществу. Это общественная категория. И с этой точки зрения, собственно, и это и есть оправдание существования социума, в том числе и государства. Вот. И вот такое государство, которое имеет вот эти самые историческую почву, корни, да, оно сакральное, именно поэтому. Потому что это вообще все сакрально, да, ну что, покойника его нету, да, казалось бы, с точки зрения бытового атеиста. Ну, что, что, ну, тем более, есть ли этот покойник, которого ты никогда не знал, да, потому что это может быть отец отца, отца отца, да. Ну, и что, кто такой, не видел ни разу. Вот. А преемственность, вот эта вот укорененность, она разрывается и исчезает исторический субъект. Вот. В финале хочу спросить у тебя вот что. Сегодня часто говорят о необходимости идеологии. И многие связывают понятие идеологии вот с русской православной традицией. Одни связывают понятие идеологии непременно с нашей православной традицией, с религиозной традицией. Другие говорят, что, коль скоро идеология явление политическое, то с религией пересекаться не должно никак. Вот. У меня в этой связи вопрос, если мы соотносим понятие идеология и религия. Где ты поставишь точку в предложении разделить нельзя соединить? Я бы поставил точку все-таки разделить нельзя, соединить. Разделить нельзя, точка. Да. Соединить. Соединить. Безусловно. Но. Но при этом, безусловно, оговорился, что вот эта вот дилемма, она имеет под собой очень серьезное основание. Сводить нельзя никак, да. И вообще, недаром духовенство – это отдельное сословие. Отдельное сословие. Вот есть сословие воинов, и есть духовенство. И нельзя их смешивать вместе. Бывают эпизоды, моменты, когда они смешиваются. Ну, я, не знаю, кажется, я не ошибаюсь, что даже монахов, там, афонских, если вдруг кто-то, оберегая, там, монастырь, убил врага, то он ни перед чем... Ну, если священник, то он должен быть лишен сана. Да, он лишается сана, потому что он лишается права служения. Воины как образ государства для тебя в данном случае, да? Да, поэтому, поэтому, вот в широком смысле слова государство должно уважать миссию духовенства, да, значит, духовенства соответствующим образом. Вот я говорил, что пример взаимоотношений государства, родины, и вот мне в этом смысле кажется идеалом, каким-то близким к идеалу, то, что существует вот между церковью исторически у нас, да, естественно, не синодальный период, конечно, да, вот. То есть разделение, не слияние, ну, некая, ну, я не знаю, симфония это можно назвать, вот. Но важно здесь различать, здесь важно различать, оно не сводимо к этому, безусловно, безусловно, вот ты начал говорить про это, да, да, без оснований православия. Православие для России это основа идентичности, основа культурной идентичности, исторической идентичности в том числе, да, политической идентичности, основа, да, но, во-первых, мы все-таки тоже многофункциональная страна, это нельзя забывать, вот. Кстати, это отнюдь не мешает тому, что церковь может быть даже и государственной, есть масса, значит, как бы вполне признанных цивилизованных стран, где существует государственная церковь, и никто их не обвиняет в уничижении каких-то религиозных меньшинств, вот. Я в свое время говорил, что мне казалось, это не очень реально сейчас, но мне казалось, это было бы правильно для России, поскольку бы это лишило церковь необходимости бороться за то место, которое ей принадлежит по праву, да, то есть это просто успокоило бы нравы, все поставило бы на свое место, при полном, так сказать, наборе необходимых и важных религиозных свобод, да, и уважении к другим конфессиям, вот, значит, но все-таки это не сводимо, потому что иначе мы опять же выхолощиваем, это то же самое, мы тогда выхолощиваем миссию христианскую, да, которая все-таки, все-таки она шире и глубже, чем государство, да, она другая, вот. Государство в какой-то степени суетно, даже сакрально. Резакев не должна быть суетной. Это был Михаил Владимирович Леонтьев. Порсуна от латинского «Персона». Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Любовь. Авторская программа Владимира Легойды. Порсуна. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Грав pulled.